Музыка Самое главное происходит каждый день. Главное, что в семье все живы, здоровы. Я так считаю. Это семья самая главная в нашей жизни, ценности. Просто хорошее настроение. Можно погода прекрасная. Маленький внук во втором классе учится. Вот они ездили в Яшкаралу на соревнования по футболу. Но я еще точно не знаю, место занимали, не занимали. Очень-очень-очень переживали, чтобы они место занимали. Ёлки начинают украшать, парки, гулять, свежий воздух. Очень хочу, чтобы моя мама была здоровая, чтобы все выздоровели, чтобы все были счастливыми. Всем привет. Меня зовут Юлия Бурмистрова. И в эфире позитивные новости. Приятно отметить, что мы с вами встречаемся на пороге самого чудесного времени года. И это весьма знаково. Давайте все этой зимой станем немного детьми и будем жить, не пряча чувств и эмоций. Предлагаю, так сказать, задобрить зимушку хорошими новостями. Я, кстати, кое-какие для вас уже приготовила. И пора их озвучить. Каждому человеку необходимо найти свое призвание. И чем раньше это произойдет, тем успешнее и счастливее он будет. И вот испробовать свои силы на практике молодые люди могут на таких чемпионатах, как WorldSkills. Недавно в компании Нижнекамскнефтехим наградили участников этого международного чемпионата. Один из его этапов по направлению хай-тек проходил в Екатеринбурге. Помимо представителей нашего предприятия, там участвовали специалисты из 76 стран мира. 422 участника выступали в 34 компетенциях. Нефтехимики продемонстрировали свои способности по направлениям сварочной технологии и лаборант химического анализа. Молодые специалисты готовились к конкурсу основательно. Конечно, не без помощи опытных коллег. Подготовка началась у нас где-то с августа месяца. Значит, мы подбирали методики, отрабатывали эти методики, практическую часть и расчетную часть. Потрачено очень много времени на это. Ну и, соответственно, я думаю, что мы получили достойный результат. А результат действительно достойный. Наш сварщик Александр Уликашкин завоевал 11 место среди 36 претендентов. А лаборант Айзира Фархидинова стала восьмой из 32 участвующих в этой компетенции. И только они знают, как это тяжело и ответственно представлять компанию на соревнованиях такого уровня. Самое сложное было – это новое оборудование, которых у нас нет. Мне пришлось там же учиться, потом на следующий день на них же работать. Но не зря говорят, что дело мастера боится. Так и нефтехимики великолепно справились со своими задачами. Кстати, знаете ли вы, что мировой чемпионат рабочих профессий состоится в августе следующего года в Казани? Я думаю, Нижнекамск нефтехим имеет все шансы на победу. Возможно, не только по специальностям лаборант и сварщик, но и по другим рабочим профессиям. Слышали ли вы когда-нибудь об особой породе татарских овец? Я вот совершенно недавно узнала, что этот особый вид выводит у нас, в Нижнекамском районе, в деревне Кормалы, под чутким руководством фермера Хабибулы Араева. Что особенного в этих овцах, спросите вы. А то, что многие животноводы уже сочли этот вид татарских барашков самым лучшим среди прочих. Овцы отличаются от личной приспосабливаемости к климатическим условиям. Раз. Хорошо плодятся – это два. Имеют мягкую густую шерсть – это три. Взрослые особи могут достигать веса до 90 килограммов. Это четыре. И, наконец, их мясо отличается отсутствием неприятного запаха баранины. В последние годы именно порода Татарстан поставляется на праздник Сабантуй в разные регионы Республики и России. Знаете, победы в каких сражениях особенно ценны? Мне кажется, на тех, которые ведутся на интеллектуальных поприщах. И отрадно, что нижнекамская молодежь все чаще мерится шириной и обхватом знаний. Так, на сей раз за звание самых умных сразились студенты НХТИ и работники компании «Нижнекамск-Нефтихи». Игра прошла в стенах учебного заведения. Восемь команд и пятьдесят участников. Каверзные вопросы и всего минута времени. Знатокам нужно было ответить на вопросы об истории Нижнекамска и Николая Васильевича Лемаеви. Именно ему и посвятили игру. Правильные ответы. Это Николай Васильевич Лемаев и Евгений Кифович Королев. В игре приняли участие как опытные игроки, так и новички. Но все они оказались едины во мнении, что эта игра подарила хорошее настроение и позитивный заряд эмоций. Молодежь нашего цеха с большим удовольствием участвует в подобных мероприятиях. И мы всегда готовы приходить, получать новые знания. Большое спасибо организаторам. Что, где, когда сплочат нашу группу, интересно. Понимаете, как бы расширяется кругозор. Бывает вопрос, который ты не знаешь. Потом, может, на других играх выходят. Победителями этой игры стали нефтехимики, представляющие завод пластиков. Знай наших, но и не отходя от темы об умниках и умницах, сообщу следующую новость. Создатели роботов из Нижнекамска покорили национальный чемпионат Обилимпикс и вернулись из Первопрестольной с победой. Ну, разве не молодцы? Четвертый национальный чемпионат Обилимпикс прошел в Москве. Команду нашего города представляли на нем воспитанники технопарка Кванториум и студенты техникумов. Отмечу, что это были особые соревнования, которые собирают мужественных людей. Нижнекамсы показали класс в направлении промышленная робототехника. Первые места у Артема Ивашкина, студента Нижнекамского политехнического колледжа, и Данила Хасаншина, воспитанника Кванториума. Вторые у Насти Швецовой, также воспитанницы Кванториума, и Лилии Романюк, Нижнекамский агропромышленный колледж. Кроме того, Роман Бакакин, студент Нижнекамского индустриального техникума, взял бронзовую медаль в веб-дизайне. Так, умных мы отметили, но и про красивых не забыли, ибо во всем должен соблюдаться баланс. Титул «Татар КЗ-2018» завоевала Диляра Гельмудзинова из Нижнекамска. Между прочим, друзья, это был финал международного конкурса, и в нем приняло участие 14 девушек из регионов России и Европы. Но и некрасотой одной сразила члена в жюри наша участница. В конкурсе предстояло проявить себя творчески, музыкально, знать татарские традиции, язык и литературу. В итоге Нижнекамке вручили корону работы златоустовских мастеров и автомобиль «Лада Гранта». Я благодарю своих родителей, бабушку с дедушкой и всех, кто готовил меня к конкурсу «Давайте жить в мире», сказала победительница конкурса. Но, если честно, они все так говорят. А вот Диляра прибавила, что мечтает стать хорошим врачом, выйти замуж, родить четверых детей, играть и петь в татарском драмтеатре. Учитывая наличие вакантных мест в местных учреждениях здравоохранения, а также то, что у нас имеется собственный татарский драмтеатр, мечта девушки может сбыться. Привычка тиран людей. И об одной из них, курении, мы прямо сейчас и поговорим. Статисты подсчитали, что каждая тонна окурков делает брешь в национальной безопасности страны. Представляете? Вы думаете, что просто курите, а на самом деле наносите вред, притом стратегический. Запугивать я вас больше не буду, а вреде никотина мы знаем с детства. Но где и как в нашем городе ведется борьба с этой зависимостью, думаю, полезно узнать. Тех, кто все же решился начать вести здоровый образ жизни и навсегда избавиться от опасной привычки, по будням ежедневно ждут в поликлинике по адресу улица Студенческая, 33, с 8 утра до 6 часов вечера. Обращаться можно в кабинеты под номерами 6, 7, 8 или 9. Вас обязательно примет профессиональный специалист и начнет с вами работу. И все это совершенно бесплатно. Ну а следующая новость явно порадует любителей фантастики. Будущее гораздо ближе, чем вам кажется. К 2020 году все мы сможем говорить и смотреть видео в сетях 5G. К этому времени появится не менее десятка моделей телефонов, поддерживающих стандарт высокоскоростного интернета. К концу 2024 года в зоне действия сетей 5G будут жить более 40% населения. А число подключений к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа достигнет полутора миллиарда. Драйвером роста потребления как раз станет развитие 5G. После того, как девайсы получат развитие, способные передавать голограммы, на сетях 5G будут развиваться и такие сервисы. Например, можно будет передавать не видеообращение, а послание голограмму, как в культовом фильме «Звездные войны». Круто! Всегда думала, доживу ли я до этого момента. И напоследок еще одна хорошая новость. Экзамен на водительские права могут упростить. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с инициативой заменить 6 упражнений практического экзамена на площадке на 3. Повторяю, на 3. Сейчас при прохождении испытаний на автодроме необходимо сдать 6 упражнений. Змейку, разворот, повороты на 90 градусов, эстакаду, параллельную парковку с задним ходом и заезд в гараж. Автошколы же предлагают сдавать только 3 упражнения по выбору экзаменатора. То есть экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить. И по-прежнему должен будет учить все. Также ассоциация предлагает выделять на поездку по городу в рамках экзамена не менее 20 минут. В ГИБДД сказали, что готовы рассмотреть эти идеи. На этой радостной ноте я прощаюсь с вами. Друзья, желаю вам встретить эту зиму, которая, кстати, наступит уже в эти выходные в хорошем настроении. Балуйте себя и делайте то, что вашей душе угодно. Ведь она как птица, нельзя лишать ее возможности летать. С вами была Юлия Бурмистрова. Целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!